Ваши линии похожи на то, что слева, или на то, что справа? Похожи ли они на кучу дерганых взмахов, старающихся показаться одним большим? Если да, то, скорее всего, вы держите карандаш неправильно. Что было первым, чему вас научили во время работы с карандашом? Я думаю, что прежде всего вас научили писать свое имя. В этом занятии я еще раз познакомлю вас с одним из основных инструментов художника – карандашом номер два. Мы знакомимся с карандашом в основном во время письма. Во время письма мы крепко держим карандаш в руках, так как буквы и знаки на письме расположены близко к друг другу. То есть наши движения в данном случае ограничиваются. Рисование – это совершенно противоположное занятие. Во время рисования художник совершает различные движения карандашом. Это могут быть и небольшие короткие штрихи, и широкие взмахи, для которых нужны свободные, не скованные движения. Вообще, для того, чтобы качество ваших линий повысилось, чтобы они выглядели увереннее, вам нужно рисовать от плеча. Что это значит? Это значит, что при рисовании вам нужно сгибать плечо и локоть, а не пальцы и запястья. Для этого вам может понадобиться изменить расположение вещей на рабочем месте, но в итоге эффект не заставит себя ждать. Когда вы займете правильную позицию, постарайтесь использовать край карандаша, чтобы наносить на бумагу мягкие линии. Убедитесь, что край карандаша затуплен. Вам нужно научиться делать быстрые и плавные линии краем карандаша. Рисовать кончиком заточенного карандаша все равно, что править скульптуру резцом. Это методичная и скульпулезная работа. Мы познакомимся с этой техникой позже, но сейчас нужно сосредоточиться на свободных плавных штрихах краем карандаша. Давайте на минуту остановимся и поговорим о карандаше. Прежде всего вы видите, что на нем есть какие-то пометки. Они означают тип графита в карандаше. Мне лично нравится карандаш HB TM, который в Америке также известен как карандаш номер 2. 4B значительно темнее. Рисовать им почти то же самое, что рисовать углем. Он более мягкий, немного грязноватый и его цвет темнее. В строке выше расположены карандаши маркировки H. Графит в них более прочный, поэтому их можно заточить острее, чем карандаши B. Они позволяют создавать очень легкие, светлые и тонкие линии. Когда я узнал все это, то пришел в магазин и купил полный набор, потому что мне казалось, что мне будут нужны все типы карандашей. Как оказалось, я был неправ и попусту потратил кучу денег. Когда вы только начинаете, то вам хватит одного карандаша. Мне нравится HB TM. Это средний по характеристикам карандаш. Полезно знать разницу между карандашами, выбрать какой-то свой любимый тип карандаша, но весь спектр вам точно не понадобится. Как вы заметили, на обычных карандашах на конце нет ластика. Там просто деревянный кончик. Верьте или нет, но это на самом деле хорошая идея разделить ластик и карандаш. Вообще в домашней работе на этот раз вам не нужно будет добиваться идеальной линии. И точность для нас пока не важна. Так что вам ластик просто не понадобится. Домашняя работа для вас заполнить 5 черновых листов овалами. Подойдет любая бумага, не обязательно, чтобы это были белоснежные листы. Главное, чтобы вы рисовали от плеча. Помните, что кончики пальцев и запястья должны оставаться неподвижными. Выполнять всю работу должны плечо и локоть. Цель в том, чтобы вы ослабили хватку и почувствовали, что значит свободное рисование и в чем его отличие от жесткого и точного рисования. Я знаю, это может показаться глупым или бессмысленным, но не забывайте, что в течение многих лет вы крепко держали карандаш только для того, чтобы писать. Нужно время, чтобы мозг и мышцы привыкли к новой позиции и к новым движениям руки. Цель задания не в том, чтобы создать самые идеальные на свете овалы. Вам просто нужно обкатать карандаш и привыкнуть к новым движениям. Вы просто делаете первые шаги на пути к уверенному рисованию, так что включайте любимую музыку и приступайте к рисованию овалов. Рисуйте от плеча! Спасибо за внимание! Желаю приятной работы!